По вине нетрезвых водителей в прошлом году на областных дорогах погибло 113 человек. Это каждый второй из общего числа погибших. Такие данные сегодня озвучили на заседании общественной палаты региона. Всего за 2015-й было задержано около 8 тысяч пьяных водителей. Таковы данные статистики. Эта цифра могла быть больше, если бы не кировские общественники, которые помогают дорожным полицейским патрулировать улицы. Но не все кировчане довольны деятельностью таких контролёров. Так, ребят, подтягиваемся, он как сумасшедший гоняет. Скорее всего, бухой болтает его чё-то. Погоня за пьяным водителем – обычное дело для участников движения «Ночной патруль». Каждый вечер в выходные активисты выезжают на улицы города, чтобы следить за ситуацией на дорогах. В том числе благодаря таким людям, убеждены в общественной палате региона, удается поймать большее количество нетрезвых водителей. Это отзывы о деятельности активистов. Появились такие сообщения, публикации, как их назвать, посты, о том, что вот это движение якобы с негативной окраской. Этот пост принадлежит официальной сотруднице управления ФСИН. Не буду называть её фамилию, но это человек в погонах. Речь идёт об этих комментариях, которые появились в соцсетях. Кировченко заявила, что активисты, цитата, только выпендриваются, что ловят пьяных водителей. Вы никто, а вообразили себя спасателями Малибу. Даже к осуждённым за более серьёзные преступления на зоне относятся лучше, чем вы к тем, за которыми гоняетесь. Тут же на заседании к ответу призвали начальника отдела по работе с личным составом УФСИН по Кировской области. На что Альберт Помилов ответил, что беседа с сотрудницей уже проведена. Конечно, с теми, кто употребляет алкоголь, мы прощаемся и адекватно жестокие меры. Ежеквартально сотрудники ГИБДД приходят, показываем всю работу, которую необходимо проводить и не допускать употребления и управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Всего благодаря деятельности ночного патруля около тысячи человек были лишены водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде. И это неплохая цифра, считает организатор движения Сергей Косолапов. Мы всегда все делаем на грани фола. Почему? Потому что вы сами понимаете, чтобы был какой-то резонанс, чтобы люди реально боялись попасться к ночному патрулю, да? Чтобы не боялись каждой машины. Вот он вышел пьяный, он не боится, он там говорит, что ему пофигу. Друзья у него, товарищи, зачем? Зачем становиться телезвездой? Зачем вот это вот все эти проблемы тебе? Движение ночной патруль существует уже четыре года. И активисты надеются, что подобные рейды помогут сделать улицы города безопасными. Анастасия Шерстнева, Николай Шахарбеев, Бюро новостей Дайвича.